То, что око не видело и ухо не слышало, то, что не всходило на сердце человека, уготовал Бог любящим его. Человек приходит в этот мир, чтобы начать движение к свету, который поможет не сбиться с жизненного пути и приведет душу к конечной точке, обозначенной свыше. А свыше душе дан шанс, уходя в мир иной, попасть в царство света, попасть в рай. Я вспоминаю слова нашего духовного учителя, старца Иосифа Вортопецкого, который скончался всего несколько месяцев назад. Старец очень стремился оставить этот мир, но не так, как делают некоторые, которые от отчаяния и неверия сводят счеты с жизнью, от желания как можно скорее перейти в иной блаженный мир и полностью соединиться с Богом. Он любил говорить, я заждался своего поезда, а он все не приходит. Потому что в этой жизни мы имеем только залог, тень жизни вечной, где мы в раю встретимся с Богом лицом к лицу. Субтитры создавал DimaTorzok Святая гора Афон – особое место на полпути между небом и землей. Это одна из главных святынь для православных, почитающих его как удел Божьей Матери на земле. На Афоне есть особая традиция погребения умерших монахов. Здесь хоронят без гроба. Тело обвивается мантией и предается земле. Через три года могилу раскапывают и смотрят, что сталось с телом. Если оно еще не истлело, то святогорцы уверены, что умерший вел не вполне праведную жизнь. Могилу снова зарывают и назначают особо горячо молиться за усопшего брата, посмертная жизнь которого трудна. Если же тело истлело без остатка, кости чисты и имеют медовый цвет, считается, что это признак особой духовности и праведности почившего. После эксгумации кости омываются в воде с леном и насухо вытираются ткани. Затем переносятся в усыпальницу. За душу этого усопшего монаха братья спокойны. Ей уготовано место в раю. Рай. У православных, католиков, мусульман и иудеев немало различий в вопросах веры. Зато много общего в представлениях о рае. Душа человека, которая предназначена к вечной жизни, она после смерти не перестает жить, но она переходит в некое состояние, к которому она готовила себя в течение всей своей земной жизни. И вот это состояние вечного блаженства мы его и называем раем. Рай – это состояние блаженного видения Бога или же состояние пребывания с Богом в его небесной славе. Взгляд на божественный свет, на Бога, то есть это то наслаждение, которое человек получит от этого, оно абсолютно ни с чем, даже уже неописуемым райским, несравнимым. Рай – это место, где праведники наслаждаются светом Всевышнего. Все исторические источники говорят, что стремление к раю владеет умами человечества на протяжении веков. Если рая нет, то его нужно придумать, естественно. И это вполне понятная вещь. Вот в том-то все и дело, понимаешь, что человек не может находиться, то, с чего я начал, в состоянии отрицательных эмоций. И здесь вот загробная жизнь, тем не менее она помогает человеку обычному в общем, как-то смириться и не думать все время о том, что вот скоро вы превратитесь в непонятно во что и все прочее. Это путь нравственного очищения, это ступенька в нравственном развитии. Нет-нет, я ни в коем случае не стала бы клеймить тех, кто создает картины рая, верует в них. Это неплохо, это жизнь души, это ее труд. И движение к прекрасному. С точки зрения истории, я бы сказала, что рай – мечта. А вечная, бесконечная, человеческая мечта. Понятие рая появилось еще в дохристианских религиях, когда люди стали задумываться о загробной жизни. У древних греков аналогом рая был Элизиум – острова блаженных, куда переселялись по смерти души героев и добродетельных людей. В этой стране всегда весна. Там наслаждаются вечной жизнью те, кому особо милостивы боги. От материального мира эти острова отделяет водная стихия. Рай древних египтян – это поля вечного блаженства Иару и сад Осириса, которые находятся на восточном небе, переправляются туда тоже через водную преграду. В книге «Мертвых» рай изображен как сады финиковых и кокосовых пальм. Для древних славян раем был Ирий – страна, расположенная у теплого моря, где зимуют птицы и змеи, которые по славянским верованиям являются воплощением душ умерших. Путь в загробный мир Ирии пролегает через воду, обычно через омут или водоворот. И вот сквозная тема всех описаний раев – это поток. Поток, омывающий рай, с какой-то удивительной, вкуснейшей, чистейшей водой, пресноводной. Сотворение мира неизбежно связано с каким-то изливанием воды. Это творящая и очищающая материя. Переход между разными мирами неизбежно связан с каким-то, ну скажем так, обновлением человека. Через прохождение его, через эту первую материю. И в раю она как бы первична. Это источник, который, как мы видим, буквально прямо стартует из престола Господня. И затем омывает рай. Во всех религиях вода связана с духовным очищением. Это проявляется в священных обрядах. В исламе это ритуальное омывание гусу. В православии – крещение. У индуистов обряды общения с загробным миром связаны с подношением реки Ганг. Почему вода является священным проводником в рай, объяснили ученые, опытно доказав природу святости H2O. Сейчас существует очень много данных уже, что вода четко запоминает информацию. Вода, она снимает вот этот положительный заряд и несет заряд отрицательный. Поэтому, когда мы омываемся водой, то мы вот смываем одну энергию, омываем один заряд, одну информацию и получаем совершенно другую. Поэтому переход через воду – это и есть процесс очищения. И в древних верованиях, и в современных религиях многие приметы рая повторяются. Райские птицы, сады, потоки чистой воды, древо жизни с плодами бессмертия и змеи неподалеку. Исследователи религии видят в этом подтверждение тому, что в доисторические времена рай, возможно, существовал как прародина всего человечества. О чем это может говорить? Что рай когда-то был. Он реально присутствует в каком-то воспоминании, в нашей памяти, или, как говорит Юнг, например, в архетипах. Это знаменитый миф о Золотом веке. Он у нас предстает в разных версиях, в разных религиозных культурах. Самое известное, конечно, это греческое. Его трактовка у Гесиода в «Трудах и днях». Что когда-то было изначальное блаженное существование человека. Это Золотой век. И определил Бог человеку великое назначение – быть царем всякой твари и жить в раю, где установил Бог новый миропорядок, покорив человеку всякое существо. И в этом царстве благодати в раю подворился новый мир, где уже не лилась кровь перед лицом бессмертного Адама, исчезла насильственная смерть среди животного мира, ибо Бог дал всем в раю и пищу и всякую зелень и плоды. И покорены были человеку все звери и птицы и рыбы. И дал Бог великий разум Адама, что он мог назвать по имени всякую тварь. Для серьезных исследователей Библия – древнейший свидетель истории. И образы рая многие современные ученые связывают с появлением человечества. В Библии есть немало конкретных географических описаний. Если верить этим описаниям, земной рай – Эдем, где обитали Адам и Ева, нужно искать где-то на востоке. Большинство специалистов связывают это первоначальное представление местоположения рая с долинами Тигра и Эфрата. Судя по данным археологии, объективным данным, Именно там зародились первые цивилизации, первые в древнейшем смысле слова города. Это те точки, где раньше всего появились очаги человеческой цивилизации. Уже с середины XIX века их очень интенсивно исследовали археологи. Есть как бы даже признаки всемирного потопа. В неких слоях найдены следы того, что там была вода и было длительное время. С момента сотворения мира человек ищет рай на земле. Как утверждают ученые, даже Колумб, отправляясь на поиски своей Индии, на самом деле искал земной рай. Открытый им в 1492 году форпост Нового Света Гаиди, он, возможно, и воспринял как райскую золотую землю. И в наши дни поисками рая занимаются многие исследователи, которые по-новому трактуют библейские сведения. Последняя работа академика Анатолия Фоменко привела к рождению любопытной версии. Где находился рай? Одни помещали его в Междуречье, там, где сегодня расположены, как считается, Сирия и Эссирия. Некоторые помещали рай в Тартарию, в Монхольскую империю, далеко на востоке, а да, в Китай. Но давайте пройдем к этому вопросу с точки зрения нового анализа старых текстов. Ведь о том, что имеется хорошо известный средневековый текст, который говорит о знаменитом царстве Пресвитера Иоанна, царство, расположенное где-то на востоке. Мы отвечали этот вопрос с помощью наших методов. Так, по мнению средневековых текстов и историков, царство Пресвитера Иоанна включало в себя Тартарию и Амазонию. Там, где расположены территории Дона, Волги, Средняя Поволжья, отмечена огромная область Тартария, и здесь же отмечена область Амазонии. Но вернемся к Библии, сказано, что протекали четыре реки. Какие реки? Названия мы обсуждали – Фессон, Геон, Тир, Ефрат. Еще были названия у них – Идон, Нил, Гихон, Ган, Хиддекель. Возникает гипотеза, что старинные авторы имели в виду под райом земным с реверсского возвышенности, с которой вытекали четыре реки Рая. Крупнейшая река Европы – Волга, крупная река – Днепр, крупная река – Дон, и крупная река – Западная Двина. Сечные реки начинаются примерно в одной области среди русской возвышенности. Анатолий Тимофеевич Фоменко называет точное местоположение рая. Это современный город Ярославль. Утверждение спорное, хотя и не беспочвенное. Дело в том, что действительно в некоторых древних источниках Волга носит название «Тигр». Река Дон упоминается в библейских текстах под своим именем. А Днепр древние греки именовали Борисфеном. Что же касается Западной Двины, то она вполне может играть роль недостающего звена в этой логической цепочке – реки Геон. Пока это всего лишь гипотеза, которую традиционная наука не приемлет. Но на Земле искали рай, не только описанный в Библии. Их медицы отправлялись в Тибет, где по буддистским преданиям находится мифическая страна Шамбала, в которой сокрыт источник всей жизни на Земле. Как верят буддисты, там обитают великие учителя, самые известные исследователи Шамбалы Николай Рерих. В наше время эти поиски продолжает путешественник Эрнст Булдашев. На Тибете существует так называемая дверь в Шамбал, 200 на 200 метров. Вот я подходил довольно близко к этой двери, там зона, там особенно близко подходить нельзя в городе богов. Вот эта дверь открывается, туда вот местные ламы видят что-то, летают огненные шары, потом она закрывается. Шамбал – это рай. И попасть туда можно только пройдя чистилище. Царство Шамбала, как утверждают буддисты, существует на Земле и сейчас. Оно невидимо для человеческих глаз, и найти в него дорогу могут только чистые сердца. До сих пор, несмотря на подсказки, существующие в священных книгах разных религий, точное местонахождение земного рая так и не определили. Как мог выглядеть классический библейский рай, мы можем представить по работам иконописцев и фрескам великих художников Средневековья. Образ рая в искусстве почти не менялся. Изображая его, художники всегда пытались передать ощущение покоя и вечного блаженства. В восточной схеме рая обязательно присутствуют следующие элементы. Это праведники, которые туда направляются. Это апостол Петр с ключами от рая, который стоит при его дверях. Это сами ворота рая, где на страже стоит огненный херувим, поставленный Господом после изгнания Адама. И это тот, кто первым входит в рай, благоразумный разбойник, который возвал к нему на кресте, «Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твое», и к которому Христос с креста говорит, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». И другая схема, скорее западная. Это райский сад, как небесный Иерусалим, как город. Но представляется он, как правило, и городом, и садом. За оградой с двенадцатью вратами, и в центре него либо сам Христос, либо Агнец. И Агнец у Яна Ванейка изображается на алтаре. И поклоняющиеся ему все земные праведные, те, которые достигли рая. Ад, в виде гены огненной, где пытают грешников, в искусстве всегда изображался ярче и детальнее. Рай более абстрактный и туманный. Вообразить адские муки человечеству всегда было проще, чем райское блаженство. Известно, что Сандро Боттичелли, иллюстривая божественную комедию Данте, быстро написал ад, а картины рая мастеру давались в труду. С именем Данте Алигерри связано самое яркое описание рая в литературе. Данцевский рай состоит из девяти небесных сфер, расположенных на разных уровнях. Жизненные впечатления поэта определили состав райских обитателей. Туда попали и те, кто соблюдал долг, и реформаторы, и пострадавшие за веру, и справедливые правители. А венчает все последняя божественная сфера, которая дает жизнь всему сущему. В центре ее пламяющая роза олицетворения высокой любви. У простеца-крестьянина в его мечте о районе. И в его видении вечного райского блаженства проступает нечто очень житейское и материальное. Этот вечно голодный крестьянин средневековый дописывает и в райский пейзаж не просто реки, а реки, допустим, как говорится на Руси, кисельные берега, молочные струи. У представителей более высоких слоев общества и более благополучных он, вот он передан в живописи, этот образ, он изящен, он красив, этот рай. Это изящные позы, струящиеся одежды. Это напоминает светский раут. Во всех живописных картинах рая видятся проступающие реалии жизни. Самый популярный сюжет в западноевропейском искусстве – грехопадение Адама и Евы. Дюрер, Тициан, Рафаэль, Микеланджело, Тинторетто, Мазаччо. Никто не прошел мимо главной трагедии человечества – изгнания из рая. И изгнал Господь Бога Адама и поставил на востоке усады Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни. Что сделал Адам? Ведь по существу он не сделал ничего такого, за что бы полагалось такое жесткое наказание. Он съел какой-то плод. Этот плод не был просто плодом, который растет на дереве. Это определенное духовное понятие. В первую очередь, что такое познание добра и зла? Что бы Бог не назвал злом, оно зло, поскольку так названо Всевышним. Поэтому у нас существует такое понятие, как абсолютная мораль. Совесть заложена Богом, как некое мерило, для определения того, где добро и где зло. Сожженная совесть – это та самая совесть, которая подверглась искажению от длительного греховного образа жизни и от того, что человек пытается этот образ жизни оправдать для себя. Есть люди, которые совершают грехи, но приносят в них покаяние. А есть люди, которые грешат и уверяют себя и других, что это хорошо, что это правильно, что так и должно быть. И существует некое моральное оправдание греховного поведения. Вот в таком случае человек как бы сам для себя закрывает дверь к спасению. В институте мозга Российской Академии Наук, проведя ряд уникальных экспериментов, обнаружили механизм запуска совести. Оказывается, за совесть отвечает определенная зона мозга. Совесть не мешает нам совершать зло, она мешает нам создаться результатом этого зла. Мы обнаружили что? Что, значит, когда человек поступает, намеревается даже поступить неправильно, ему, у него в мозге возникает некий флажок. Осторожно. Подумай, стоит ли это делать? Вот это и есть механизм запуска терзания совести. Но из этого следует, что нет бессовестных людей. Есть люди, у которых инвертированы какие-то неправильные понятия добре и зле, но нет людей бессовестных. Во всех религиях главный указатель движения в сторону рая – это выбор между добром и злом на всех перекрестках жизни. В загробном мире перед душой две дороги – к свету или от него. И душа после смерти тела уже не может выбирать дорогу. Дорога предопределена жизнью человека на земле. Для спасения души религия дает четкие критерии, определяющие добро и зло. Бог донес их до человечества через Будду, Моисея, Христа, Мохаммеда и других пророков. Считается, что, следуя этим заповедям, можно уберечь свою душу от адских мук. Во многих религиях еще до христианства есть понятие посмертного суда, на котором оцениваются все дела человека и решается, куда попадет его душа – в ад или в рай. В древнем Египте это был суд Басириса, где сердце умершего взвешивалось, чтобы определить его безгрешность. У древних греков судьей был Зевс, в руках которого были весы судьбы. По библейским представлениям, судьбы всего человечества будут определены на страшном суде, который свершится после конца света. Человек судится, предстает перед небесным судом, который рассматривает всю его жизнь, прокручивается документальный фильм от дня рождения до дня смерти. Все, что происходило с человеком, ежесекундно, ежеминутно, небесный суд рассматривает и дает этому оценку. В зависимости от этой оценки и определяется дальнейшая судьба души человека. Пока человек живет, у него два писаря на плечах. Верующий, неверующий, абсолютно неважно. Человек, у него два писаря. Справа пишет благие дела, слева пишет грехи. Все и во всех формах фиксируется. Будь то слова, будь то действия, будь то поступки, будь то свидетельства того или иного. И в суд на день просто эти личные дела, каждый получит свое личное дело, где будет записана вся его жизнь, в том числе взвешивая. Благие дела, грехи. Для современного человека все это кажется фантастикой, но эта фантастика уже становится реальностью для современной науки. Взгляд на загробный мир в сочке зрения квантовой физики научно трактует непостижимое. Мы привыкли к тому, что мир един. Вот это тот мир, который мы видим вокруг себя. А квантовая механика говорит, что параллельно с ним существуют и другие миры, которые могут отличаться какими-то деталями. То есть, заглядывая в параллельные миры, мы видим среди них очень хорошие. Может быть, намного лучше тех, которые мы видим в сознательном состоянии вокруг себя. Но можно сказать, что мы видели рай. Если допустить, что рай существует в параллельном мире, многие религиозные мифические описания Царства Божьего могут получить вполне научное обоснование. Например, такая характеристика рая, как отсутствие времени и старения. Там, за чертой нашей биологической жизни, в вечности, нет понятия пространства и времени в том понимании, в котором мы привыкли к нему здесь, на Земле. В этом потустороннем мире, вот в этом квантовом мире целиком нет течения времени, нет потока времени. Там как бы есть четырехмерная карта. В этой четырехмерной карте есть одно направление времени, нет понятия настоящего, будущего, прошлого. Все определено. Увидеть параллельный райский мир при жизни для большинства людей нереально. Как считают ученые, это возможно, если выключить сознание. Например, в состоянии сна или медитации. Буддисты и индуисты о научном обосновании этого феномена, конечно, не знали, но издавна использовали. Это подтверждают восточные практики путешествий в райские миры и видения просветленных гуру. Параллельный райский мир не в外ном. Параллельный райский мир. Рай – это видение просветленных существ, которые могут попасть другие. Рай не в физическом пространстве, это состояние ума. И если наш ум наполняется просветленными качествами, тогда наше восприятие трансформируется таким образом, что все нам будет казаться раем. В земной жизни нет ничего похожего, чтобы передать райское блаженство. Из библейских сказаний следует, что мир в самом начале своей истории был испорчен катастрофой грехопадения. По мнению религиоведов, это и определяет главную задачу христианства – восстановить изначальное состояние человека через соединение верующего со Христом. Православие о праведниках так и говорят – восхищенные в рай. На святой горе Афон есть фреска, изображающая сказание о преподобном Ефросине, которому за его добродетели при жизни был показан рай, а в доказательство его пребывания в Царстве Света Ефросину были даны с собой три райских яблока. Считается, что видение рая нередко приходит, как озарение, к людям творческим. В 1960 году Андрей Тарковский, снимая картину «Иваново детство», показал 13-летнего актера Колю Бурляева, парящего в полете, как бы предчувствуя, какое сверхъестественное путешествие ждет его героя в этой жизни. В 25 лет ему было видение потустороннего мира. В этом океане радужном были лики близких, далеких. они окружали меня, всех, кого я в жизни видел и знал. Все там были. Более того, и самое главное, я получил знание обо всем, что было до меня, что есть и что будет. И чувство гармонии. Невероятная радость. Боже, такая радость. Такой радости в жизни у нас нет. Правда, после этого, когда я уже поднялся высоко очень, и это был мой рай, вдруг я ощутил страх. Панический совершенно страх. Такого страха не было никогда в жизни. Паника. Понимание, что сейчас я уйду. Навсегда. Страх. И этот страх, я так думаю, и вытянул оттуда меня обратно в тело. Люди, утверждавшие, что они там побывали. Я с очень большой осторожностью отношусь к их рассказам, потому что если человек утверждает, что вот он видел райские кущи, райские сады, или небесные сферы, рай и так видели, и в виде сфер, почему он вернулся? Оттуда не возвращаются по своей воле. А если вдруг это возвращение произошло по воле Господа, то это довольно страшное явление. Это низвергнутый из рая. Тогда он носитель не божеского начала. Есть опасность, что изнанный из рая, он уже не в Божьей воле. А наше время, 20 век, начало 21 века, уже сильно оторвавшись от глубинных представлений о вере и учении церкви, позволяет людям вот такие вещи рассказывать. Я там побывал. Это что, туризм? Там нельзя просто так побывать. Туда можно быть встроенным для вечной радости. Когда человек полностью жертвует себя ради Бога, строго исполняет все заповеди, он уже становится жителем рая. Я никогда не забуду, как в блаженной памяти старец Ефрем Катунацкий показывал мне состояние райского блаженства. Когда он начинал молиться, его убогая келья и отшельника вся наполнялась светом. Я спросил, что это за свет? И он смиренно ответил, это благодатные дары Святого Духа. Свет – одна из главных примет рая, который и считается царством света. Пациенты американского ученого Ричарда Моуди, который исследовал феномен клинической смерти, описывают увиденное по ту сторону жизни так. Солнца не было, а всюду был свет, который не создавал теней. Все явления Богоматери, святых и ангелов, живущим на земле, также сопровождаются ярким сиянием. Очищающее свойство энергии света всегда сопровождает проявление высшей сущности. По библейским сказаниям, характерная примета всех обитателей рая, исходящий от них свет и красота внешняя, которая будет отражением красоты духовной. В загробной жизни исчезнут все физические недостатки, дефекты ума и все временное и ненужное. В воскресенье все члены будут воскрешены, и ни один волос не погибнет. Спустя две тысячи лет после появления главной книги христианства о реальности воскресения человека по-своему заговорили и ученые. Из телесного праха можно извлечь информацию, которую несет в себе генетический ход, и так создать двойника человека. А если представить, что у Бога есть сверхмощный компьютер, в котором находятся генетические коды всех жителей мира. Тогда под решение каждого просто, как это сказано в Писании, Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Душа получит некое новое тело, природу которого мы сейчас не знаем. И именно в этих новых телах воскресшие люди будут обретаться в раю. В поле Всевышнего люди будут воскрешены тела. Мир душ откроется, души устремятся в свои тела. И человек приобретет 30-33 года. по людям можно сказать по их внешнему виду праведниками они были либо грешниками. На грешниках будет явно видно. Если он много плохого говорил, у него будет страшный язык большой. Если он что-то еще плохое делал, у него будет явно это проявляться. Праведники будут в большей или меньшей степени их тела будут светиться по верованию мусульман Аллах восстановит людей по частичке находящейся в области копчика и не поддающейся тлению. Рай в мусульманском представлении в отличие от христианского описан очень обстоятельно и конкретно. С точки зрения ислама он материальный. Человек хочет супер гоночный автомобиль и трассу чтобы никто ему не мешал и он хочет разгоняться на необычайных скоростях никаких проблем. То что человек в Коране тоже говорится то что пожилая человеческая душа ему будет предоставлено. Есть стерильные формы удовольствия блаженства роскоши красоты то есть там все это будет просто неземные уровни этих возможностей причем ненадоедающие. Надо сказать что в одних религиях рай это цель и предел мечтаний а в других по ту сторону жизни есть альтернатива более привлекательная. Это связано с иным представлением о жизни души после смерти. Принципиальная разница скажем с мазелом христианства то и ислам там попадание в рай является наградой. То есть это место блаженства радости как бы вот праведники оказываются в раю. если если возьмем буддизм то там попасть в рай плохо. То есть самым благоприятным рождением является рождение людей как это ни странно. Почему? Потому что в раю слишком комфортное существование там нет стимула к духовному развитию к духовной эволюции. В буддизме и индуизме душа проходит череду перерождений круговорот сансары Каждое рождение зависит от дел и поступков человека. Люди живущие низменными страстями получают низшее воплощение например теле животного. Люди высокодуховные рождаются в наилучших условиях. Могут даже выбирать страну семью свой пол и внешность. Это мы сами определяем и сами решаем куда мы направимся. Если мы полны любви и забот и сострадания к другим людям ко всем людям и тем кто нам может быть безразличен и может быть даже бывшим врагам то такое состояние ума обеспечит нам очень высокое и очень чистое перерождение. Высшая задача души в понимании буддизма уйти в духовный мир в нирвану состояние покоя и умиротворения где нет страданий. В отличие от буддизма в христианстве в исламе издавна считалось, что для неверующих дорога в рай закрыта. Хотя сейчас в христианстве эти представления постепенно меняются. Ведь вокруг нас немало людей, которые не думают о рае, не являются верующими, но живут так, что пору при жизни записать их в число райских жителей. я не исключаю наличие какой-то перехода материи из одного качества в другое. Но я живу и мои принципы жизни, так как я живу. Я не думаю о своей загробной жизни. И у меня нет в мысли о моих поступках, действиях что-то такое, чтобы определяло, как ко мне отнесутся потом, после моей смерти, в каком-то раю или в аду. Мне кажется, не каждый верующий попадет в рай. Важно, если говорить, да, рай есть. Наверное, попадет тот, кто меньше сделал зла и больше сделал добра жизни. Я очень надеюсь, что я зла в жизни сделал малым. Любовь вместе с душой переходит за гроб в царство любви, где без любви ничего не может быть. И главный знак, очень простой, это любовь. Любовь. Любит ли человек, любим ли он? Знаете, даже так в народе говорят, у меня в семье ад, сущий ад, да, нет любви между родителями и детьми. Ссоры постоянные, постоянные проявления ненависти. Ненависть это как раз антипод Бога. Там, где ненависть, а не любовь, это там начало ада. Любовь благотворно влияет на энергетику человека. Причем аура влюбленного способна позитивно влиять на окружающее пространство и создавать эффект отражения. Даже вода, над которой произносили слова любви, менялась, ее кристаллы выстраивались в идеально гармоничную позицию. Бог любит одинаковым образом и абсолютным образом, любит всякого человека, будь то праведника или грешника, будь то находящегося в раю или находящегося в аду. Но для самого человека любовь Божия может быть источником блаженства, а может быть источником мучения величайшего, потому что он сам внутренне себя как бы ей противопоставил. И вот это, я думаю, и является источником мучения в аду и источником наслаждения в раю, а именно то, как человек себя ставит в отношении к Богу. во всех религиях есть особые ритуалы и традиции, соблюдение которых дает верующему дополнительные шансы на проход в рай. Для христиан это прежде всего соединение со Христом в церковном причастии. Однако считается, что католиков приближают к раю индульгенция, свидетельство о даровании особой благодати, а многие православные утверждают, что восстанавливают райское блаженство, купаясь в крещенской проруби. Иудеи оставляют записки с мольбами о райском счастье в расщелинах сен и плачут. В Индии верующие тянут за собой колесницу Бога Вишну в надежде, что это даст им право на чистое перерождение. Но есть нечто объединяющее все религии. Восмертная судьба человека решается уже на земле и каждое действие и поступок определяет то состояние, в котором душа будет находиться по ту сторону земной жизни. не придет в Царствие Божие приметным образом и не скажут «Вот оно здесь или вот оно там». Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Святую гору Афон во всех описаниях называют земным райом. Как гласит церковное предание, когда корабль, на котором находилась Богоматерь вместе с апостолами, приблизился к Святой горе, языческий храм рухнул. Сейчас здесь 20 действующих православных монастыря. Каждый день сюда прибывают тысячи паломников со всего мира. Паломничество издавна означает путешествие к раю. Сложность пути символизирует трудность обретения рая и духовного просветления. Здесь есть условия, которые, как сказать, могут помочь короче дойти к какому-то очень важному состоянию внутреннему, душевному. Я уезжаю отсюда, меня ждут мои родные, близкие с таким полным сердцем, что боюсь его расплескать. Такое ощущение приходит каждому паломнику. Они получили ответ и теперь яснее виден путь. Афонские монахи, глядя на покидающих святую гору Мирян, замечают, побывавшие здесь сделали шаг в сторону рая. хрис, побывавшие шаг отец рая. Редактор субтитров Леонидону Корректор Субтитры создавал DimaTorzok